Добрый вечер, в эфире новости на Саха 24 в студии Павел Танин. Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца. Получать пособия родители будут ежемесячно и до достижения ребенком полутора лет. Согласно закону, сумма будет рассчитываться с учетом дохода семьи. Он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума региона. Величина такового в нашей республике составляет по первой зоне для детей 20 тысяч рублей, а по второй зоне 16 с половиной тысяч. В Якутии выплаты на первого ребенка смогут получить около 4 тысяч человек. Ситуация по теплоснабжению в Алданском районе на контроле прокуратуры. Напомним, здесь произошло аварийное отключение котлового агрегата в котельной номер 3 микрорайона Сенегории города Тамот. Установлено, что в результате выхода из строя аппаратуры управления подачей угля из четырех котлов работало три котла. На данный момент ситуация на объекте теплоснабжения стабилизировалась. Температура на подающем и обратном трубопроводах на выходе из котельной увеличена. Вместе с тем, при проверке трех многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Сенегория, установлено, что поставщиком теплоэнергосервис подача тепловой энергии в квартиры осуществляется с заниженными параметрами. Была поломка ленточного полотна на котле номер один. На сегодняшний момент работают аварийные бригады. Вчера котел пущен в работу, в работе три котла, нагоняем по температурному режиму теплоноситель. Ситуация под контролем. Дополнительно вызванные бригады с Якутска формируются каждый день бригады с Алдана и Куранаха. Работа ведется круглосуточно. Минимальная гарантия по оплате труда в Якутии в 2018 году составит в среднем 24 тысячи рублей. Об этом в интервью нашему телеканалу заявил вице-премьер, курирующий социальную политику Алексей Дьячковский. В части повышения МРОД до прожиточного минимума внесены изменения в отдельные законодательные акты. Документ находится на подписи у главы государства. Изменения предусматривают установление минимального размера оплаты труда с 1 января следующего года в размере 85% от величины прожиточного минимума, а с 2019 года законом предусматривается установление МРОД в размере величины прожиточного минимума. Кроме того, в начале декабря Конституционный суд России принял решение, в соответствии с которым минимальный размер оплаты труда и минимальная заработная плата в субъектах не включают в себя северные коэффициенты и надбавки, которые ранее включались в МРОД. Эти два решения в корне действительно меняют ситуацию по минимальной заработной плате. Это очень серьезный шаг к борьбе с бедностью в нашей стране. Это действительно окажет серьезную материальную помощь или, скажем так, в заработной плате изменит ситуацию с точки зрения повышения доходов на население, особенно тех, кто получает маленькую заработную плату. Понятно, что будут определенные нагрузки и на бюджет республики, будут определенные затраты с точки зрения фонда оплаты трудовых предприятий, но я считаю, что это очень правильное решение. Между тем, в Якутию поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Новые купюры выпустили в октябре этого года. Они не являются памятными, их тираж не лимитирован. Поэтому ими можно расплачиваться в магазинах и банках. На банкноте номиналом 2000 рублей изображены космодром Восточный и мост на острове Русский во Владивостоке. На купюре в 200 рублей Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе. На лицевой стороне каждой банкноты есть QR-код. При помощи него можно узнать о художественном оформлении и о их защите. Новые банкноты заполняют пустоту между номиналами. Также они обладают увеличенным сроком обращения, так как в их составе есть пластик. А если по каким-либо причинам новые деньги отказываются принимать, то можно обращаться в Центральный банк с этим вопросом. Они являются законным платежным средством. В некоторых случаях торгово-сервисная сеть не обладает достаточной информацией по возможным признакам определения подлинности данных банкнотов. Это всегда можно посмотреть на сайте банка России.цбр.ру, либо обратившись в обслуживающую кредитную организацию, которая обладает всей необходимой информацией. Я бы сказал, что с начала этой недели в обращении выпущены банкноты этого номинала. То есть на сегодня они действительно присутствуют и могут находиться в обращении, могут сдавать сдачу. Любой гражданин может внести этими банкнотами, осуществить любые виды платежи и сделать вклад в банках. В середине декабря после рабочей встречи руководителя региона с министром строительства и ЖКХ России поручена разработка дорожной карты реализации пилотного проекта следующего этапа программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Тем временем первый этап программы в республике практически полностью завершился. Подробности далее. На сегодняшний день республиканская адресная программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Уснере фактически реализована. За период выполнения программы введено 15 благоустроенных быстровозводимых домов общей площадью 18 950 квадратных метров. 314 семей покинули ветки Жилфонд и переехали в новые квартиры. Мы ее ждали очень давно. Ну вот наконец дождались. И слава Богу получили ключи. Я очень рада. Мне очень нравится квартира. Потому что я, муж и сын мой жить будут. Все, слава Богу. С Новым годом. Но после 2012 года в райцентре признано аварийными еще 42 многоквартирных домов. Поэтому известие о следующем этапе программы переселения вселило надежду в сердца многих устьнерцев. Не думайте, что мы вас покидаем или оставляем вас. Мы все равно тут остаемся. Будем технически обслуживать вас. У нас остались еще работы по благоустройству. Это посадка деревьев, озеленение территории получается. ООО «Стройкон» сдает 15-й дом, построенный ими в Устьнере. В канун Нового года еще 23 семьи получили возможность въехать в новый дом, словно в новую жизнь. Пусть им будет тепло и уютно. Светлана Поцелуева, Павел Комин, НВК Саха, Уснера. Алроса получила первые алмазы с Верхнемунского месторождения. Удачницкий ГОК компании в декабре завершил вывоз 75 тонн алмазоносной руды для опытной обработки на обогатительной фабрике и получил первые алмазы. Отработка технологии обогащения нужна для подготовки к промышленному запуску месторождения, намеченному на 2018 год. Руда поступила на обогатительную фабрику для опробования технологии обогащения и подтверждения содержания алмазов. Очередную партию из 30 бизонов завезут в Якутию из Канады в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил министр охраны природы региона Сахамин Афанасьев. Якутия продолжит программу по акклиматизации лесных бизонов. Это позволит улучшить биоразнообразие северного региона. В ноябре 2017 года в качестве эксперимента первая партия бизонов, которая содержится на территории природного парка Синяя в горном районе, впервые была выпущена в Наволю. Как отметил министр, Наволю были выпущены 30 особей, которые родились в Якутии. Эксперимент будет считаться удачным, когда они дадут потомство и будут свободно перемещаться по тайге самостоятельно, выбирать кормовую базу и ареал обитания. Красиво завершают год работники Олегминского ЗАГСа. К 100-летнему юбилею организации в городе прошла торжественная регистрация за номером 100. Подробности далее. С этого момента Любовь и Павел рука об руку пойдут вместе. Всего несколько минут назад отзвучали фанфары свадебного марша. Роспись в журнале, кольца, которыми обменялись молодожены, шумные поздравления родственников, коллег и гостей. Свадьба. Всю вашу жизнь на этой земле, вот пусть над вами парит эта птица счастья. В канун Нового года столь яркое и многозначащее событие, и это, конечно же, придало и без того запоминающемуся дню особый тон. В Украине, в первых предпраздничных новогодних практически, сейчас везде утренние, везде рады, а у нас еще и такое событие такое, в войне рады и довольны. Говорят, под Новый год, что не загадается, обязательно сбудется. Долго ждали этого события родители. Мы рады за сына, что он создал семью и надеемся, что они будут жить хорошо, счастливо, долго-долго. Будем ждать много музыки. Особенной стала эта веселая новогодняя свадьба и для работников ЗАГСа. Это сотая регистрация брака по городу Алёкминску. Кроме того, сам этот год для них юбилейный. Сегодня зарегистрировано сотый брак в городе Алёкминске. Столетие органов ЗАГС России. Сотая пара Ощепковых Павла Григорьевича и Ускалия Любожь Николаевны. Буквально два дня отделяют всех от Нового года. Любовь и Павел встретят его по-особенному, настоящей семьей. Более тысячи подарков вручили в Якутске сотрудники полиции в ходе новогодней акции «Подари волшебство». В течение недели полицейские, переодевшиеся в Дедов Морозов и Снегурочек, развозили сладкие подарки детям, проживающим в неблагополучных, малоимущих и многодетных семьях. Акцию поддержали Общественная палата региона, автоцентр «Японец», Ассоциация подросток, региональное отделение «Опоры России», Театр оперы и балета. В детском саду «Колокольчик», поселка Хандыга на ежегодном конкурсе «Волшебство своими руками» выбрали лучшую поделку, стенгазету, открытку и елочную игрушку. Участниками конкурса стали дети от 3 до 7 лет. С подробностями наши корреспонденты. У каждой группы была своя тема – Снегурочка, Дед Мороз, Снеговик. Шестилетняя Эмилия Протопопова принесла на конкурс Снегурочку из соленого теста. Теперь она досконально знает весь процесс изготовления игрушек из такого материала. Это первая кукла, которую девочка с мамой сделали сами. Чтобы делать тесто, полную чашку воды и потом налить в виску и половину чашки соли. Мне нравится такая моя Снегурочка. Ни у кого нет такой. Фантазия родителей и детей безгранична. В ход пошли не только картон и бумага, но даже пластиковые ложки, яйца, капрон для лиц кукол. Техника ручных работ впечатляет. Это и тестопластика, скульптурно-чулочная техника, японская вышивка темари. Каждый из участников на деле доказал, что все возможно сделать своими руками. А радость от совместного творчества родителей и ребенка останется надолго. Работы оценивали не только педагоги и воспитатели, но и представители родительского комитета. Мы готовили новогоднюю стенгазету, елку. Ну, конечно, конкуренция достойная. Многими идеями взяла себе на вооружение. Может быть, что-то постарается дома воплотить. Авторы лучших работ награждены ценными призами для творчества. А все участники – сладкими призами и сертификатами. Мария Винокурова, НВК Саха, Хандыга. На этом все. А в 20.44 мы расскажем о главных событиях уходящего дня. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова